всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня на обзоре ты вы приставка от сяоми под названием me box с компания представила новинку на прошедшей в октябре выставки в нью-йорке и устройство по сути является глобальной версии популярной в китае приставки me box 4 большинство характеристик с прошлой модели остались без изменений но приставка все же получила некоторые отличительные особенности с которыми я вас и ознакомлю в процессе обзора устройство упаковано в оранжевую небольшую коробку которая со всех сторон пестрит логотипами сервисов и особенностей которыми обладает глобальная версия приставки есть также информация о комплекте поставки и перечень с технической информации на английском языке внутри сверху лежит устройство и под ним весь комплект поставки который кстати говоря остался неизмененным здесь лежит всевозможные информации для пользователя в виде буклетов с руководством и других печатных материалов в комплекте также лежит сетевой адаптер для питания устройства и фирменный метровый HDMI кабель. Также тут лежит пара 3А батареек для пульта и сам пульт, который потерпел некоторые виды изменения и получил кнопку голосового помощника Google в цветах логотипа. Также появилась отдельная кнопка для интернет-платформы Netflix и кнопка прямых трансляций. Пульт подключается к приставке с помощью Bluetooth, а для использования голосового управления на его верхней грани присутствует отверстие микрофона. Сама приставка выполнена в чёрном цвете и характерном для этой линейки минималистичном дизайне. На верхней стороне корпуса есть логотип компании, а снизу присутствуют противоскользящие ножки. На её передней части при подключении к сети загорается невидимый до этого диодный индикатор. Все разъёмы для подключения находятся сзади. Никаких новшеств здесь также не замечено, и приставка по-прежнему имеет совсем небольшой набор интерфейсов. Помимо разъёма питания на задней стороне присутствует разъём USB для подключения сторонних носителей, HDMI-выход, а также подсвеченный аудиовыход, представленный 3,5-мм разъёмом. Под капотом у приставки осталось всё то же железо, и аппаратная часть представлена четырёхъядерным процессором Amlogic S905X с видеоускорителем Mali-450. Также в приставке установлена оперативная память DDR3 объёмом 2 ГБ, а ёмкость встроенной памяти устройства составляет 8 ГБ. Mi Box S работает с большинством современных распространённых кодеков и форматов и презентовался с акцентом на поддержку технологии HDR. Но вот только разнообразие поддерживаемых стандартов здесь ограничивается статическими данными HDR10. Совместимость приставки с форматами Dolby Vision и HDR10+, не предусмотрена. С поддержкой аудиоформатов здесь почти такая же история. Со стандартами Dolby Digital и DTS приставка работает без проблем, а поддержка объектных аудиоформатов, таких как Dolby Atmos и DTS-X, в приставке отсутствует. Работает TV Box, как и его предшественники, под управлением Android TV с оболочкой Oreo. Здесь мы имеем слегка урезанный Play Market и уже привычный набор базовых приложений с всевозможными видеосервисами. Русский язык и множество других доступны для выбора сразу из первичной установки. Функционал приставки также может вам позволить подключить геймпад и воспользоваться ей как игровой приставкой. При особом энтузиазме можно превратить её даже в эмулятор консолей прошлых поколений, купив соответствующий софт и подходящие для этого джойстики. Настройки приставки просты и разобраться в них не составит труда, даже если вы в первый раз пользуетесь подобным устройством. Для подключения приставки к интернету обязательно потребуется точка доступа Wi-Fi, так как не забывайте, что разъёма для подключения кабеля интернет на ней нет. При первичной настройке вам предложат авторизоваться в гугл-аккаунте, и ваши настройки учётной записи будут синхронизированы с приставкой. Если не жалко средств на использование онлайн-кинотеатров, то вы сможете в полной мере насладиться множеством платных официальных сервисов для просмотров фильмов, которые доступны для скачивания как приложение в предустановленном плей-маркете. Чтобы смотреть фильмы бесплатно, также есть несколько специальных приложений, о которых я неоднократно рассказывал в предыдущих обзорах на ТВ-приставке. В их число входит любимая многими программа HD Video Box, в которой есть широкие возможности и бесплатный доступ к фильмам со множества сайтов. С обещанными 4К с 60 кадрами в секунду приставка справляется хорошо. В случае воспроизведения потокового видео, конечно, очень многое будет зависеть от качества Wi-Fi-соединения, о котором вы должны будете позаботиться заранее, если не хотите испытывать каких-либо проблем с быстродействиями работы онлайн-сервисов. В целом, впечатления от работы Android TV на этой приставке довольно приятные. Доступный из коробки функционал, конечно, может показаться немного урезанным по сравнению с другими китайскими аналогами, на которых стоит Android с большей свободой действий. Но привыкнув, понимаешь, что работает всё очень плавно, и набор возможностей является более чем достаточным для комфортного домашнего использования. Радует интегрированный довольно толковый голосовой помощник Google, который хорошо справляется с командами и запросами на русском языке. Приставка также поддерживает технологию Google Cast с ограничением видеовыхода в 60 Гц. Ну то есть, как и ожидалось, мы получили международную версию приставки Mi Box 4, которая отсутствием каких-то значительных изменений в характеристиках продолжает держать планку приставок от Xiaomi на среднем уровне, при этом постепенно расширяя модельный ряд для международного рынка, уже вышедшими и прошедшими откатку моделями в Китае. Напомню также, что Xiaomi пока что не торопится добавлять новую технологию Dolby Vision и в свои телевизоры, тем самым делает довольно бюджетное комбо из устройств с идеальной совместимостью и достойными характеристиками. Ссылки, где можно посмотреть актуальные цены на приставку Mi Box S, вы найдете в описании под видео и первом комментарии. А на этом мой обзор подходит к концу. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!